Больше половины соискателей сталкивались с обманом со стороны работодателей. Аналитики провели опрос среди жителей Прикамья. Треть респондентов заявили, что им отказывали в официальном трудоустройстве. Вырастет ли на фоне кризиса количество компаний, которые работают по серой схеме оплаты труда в материале Ксении Алексеевой. С начала года в центр занятости обратилось около сотни тысяч жителей края. Больше половины из них остаются в статусе безработного до сих пор. Соискатели жалуются, что отказываются от вакансий, потому что изначально предлагаемые условия работы не соответствуют реальным. Особенно часто, по данным аналитиков, Headhunter вводит заблуждения в таких профессиональных сферах, как госслужбы, НКО, автобизнес, административный персонал, транспорт, логистика. В сфере продаж, по словам соискателей, особенно трудно найти компанию, которая предоставит официальное трудоустройство. Получаю я зарплату, о которой договорились, ну там 30-35, но трудоустроенная, и она 12. И не оплачиваются больничные. Получается, это якобы трудоустроенная, но никаких социальных гарантий нет. В Прикамье подтвердили проблемы с серой заработной платой более 30% опрошенных соискателей. Из всех несоответствий при устройстве на работу лидирует пункт «Реальная зарплата оказалась меньше указанной». Так ответили 62% респондентов из Прикамьи. Еще 51% опрошенных отметили, что описание обязанностей не совпадало с реальным функционалом. 33% рассказали, что не соответствовали и условия труда. С вовлечением финансовой пирамиды при трудоустройстве столкнулись также 33%. Чуть меньше сообщили, что реальный график работы отличался от указанного, а также, что их ввели в заблуждение о перспективах карьерного роста. По мнению аналитиков, в условиях кризиса некоторые из показателей продолжат расти. Есть компании, которые, оказавшиеся в такой трудной ситуации, которые не попадают под варианты какой-то поддержки, да, им, возможно, действительно выгоднее сейчас перейти на серые заработные оплаты и так далее. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время мы увидим какие-то изменения в этом, более такое может быть. Также эксперт отмечает, что в период кризиса всегда растет число тех, кто не только хочет сэкономить на налогах и пенсионных отчислениях, но и мошенников. На сайте Headhunter уже сейчас фиксируется увеличение количества заявок от псевдоработодателей. Большая часть из них не проходит фильтр контроля, но некоторым удается. Поэтому в рекрутинговой компании рекомендуют более тщательно относиться к выбору работодателям. Ну и тему серых зарплат и неоправданных ожиданий соискателей чуть подробнее обсудим с экспертом. В гостях в нашей студии Максим Шихов, юрист. Максим Владимирович, здравствуйте. Рад вас приветствовать у нас. Первый вопрос у меня такой, на что стоит обращать соискателю внимание, когда он только приходит на собеседование и ему обещают буквально золотые горы. Как можно вычислить такого работодателя, который хочет не совсем платить тебе белую зарплату? Да. Ну, нужно обращать внимание на то, на каких условиях соискатель будет устраиваться на работу к этому работодателю. То есть необходимо, соответственно, заключение трудового договора с первого дня работы, оформление других необходимых для этого документов, приказы о приеме на работу, запись в трудовую книжку и так далее. Если работодатель предлагает поработать, скажем так, неофициально, месяц, два, три, называя это как угодно, испытательным сроком или вообще никак не называя, то, может быть, уже следует задуматься о том, насколько у работодателя серьезное намерение в отношении этого сотрудника и насколько работодатель выполнит свои обещания, поскольку неофициальная работа, сами понимаете, никаким законодательством не регулируется, и потом будет крайне сложно выбить заработанные деньги у этого работодателя, поскольку даже факт того, что они будут заработанными, это необходимо будет доказать, а доказать это будет сложно. А какие рычаги существует давление на такого недобросовестного работодателя? Куда обращаться? Во-первых, если работодатель просто отказывает заключению трудового договора, этот отказ может быть обжалован в судебном порядке, но при этом отказ должен быть письменным. Устный отказ, соответственно, обжаловать нигде нельзя, и работнику, собственно говоря, не с чем идти в суд. Если существует такое предложение от работодателя, как неофициальная работа, либо какой-то маленький оклад плюс баснословные бонусы, превышающие этот оклад в 100, 200, 300, 500 раз, соответственно, тоже есть повод задуматься о том, насколько реально это будет зарплата, и какая зарплата будет прописана в трудовом договоре. Я правильно понимаю, что трудинспекция тоже непосредственно проверки проводит, какие-то по жалобам, по обращениям? Да, инспекция труда проводит проверки, но проверки она проводит по заявлениям работника. Поэтому, если и соискатель обратится в трудовую инспекцию, скорее всего, здесь проверка проводиться не будет, поскольку обратившийся не является работником этой организации. В этом случае можно обратиться в прокуратуру, либо за разъяснением законности действия работодателя, либо с каким-то заявлением, сигналом о том, что вот данный работодатель поступает вот таким образом. Я правильно понимаю, что сейчас в законодательстве тоже еще и для самих работников прописаны какие-то наказания за работу на сервизе зарплаты? Ну, серая зарплата влечет за собой уменьшение налоговой базы. То есть, в первую очередь, это нарушение работодателя, нарушение налогового законодательства. Поскольку плательщиком налогов является все-таки работодатель, то работодателю придется отвечать по закону именно перед налоговыми органами. То, что работник работает на серой зарплате, ну, будем так говорить, что официально он будет работать на той зарплате, которая прописана у него в трудовом договоре. Как правило, это мрот или чуть-чуть больше. То, что он получает в конверте, взяткой это назвать нельзя, поскольку это какие-то трудовые отношения. Ну, в первую очередь, это все-таки ответственность работодателя. А к Вы вообще, по Вашему мнению, причины? Почему люди не обращаются? Почему такой высокий процент, более 60% работников заявляют о том, что зарплата у них оказалась меньше? И я думаю, что там много кто соглашается на такие условия. Вот почему так происходит? Ну, во-первых, потому что все-таки рынок труда таков, что уровень безработицы остается высоким. И работнику иной раз не приходится выбирать между какими-то более-менее легальными предложениями. Тем более, что человека жизненные обстоятельства заставляют работать на таких условиях, которые предлагает работодатель. И особо не выбирать между белой зарплатой, серой и всеми оттенками серого. Ну, вот все-таки проблема существует. Как в масштабе с ней бороться? Ведь цифры-то показывают, что очень много таких вот работников, которые на серой зарплате. Может быть, меры со стороны каких-то контролирующих органов нужно усиливать вообще в целом повсеместно, по всей стране? Ну, я считаю, что здесь должно быть воздействие контролирующих органов. И может быть, какая-то законодательная инициатива направлена именно на работодателей. Поскольку здесь работодатель предлагает такие условия. Здесь работодатель прописывает зарплату минимальную в договоре. Здесь работодатель придумывает бонусы всевозможные, которые не будут учитываться никак. И здесь же работодатель предлагает работнику поработать без договора, что, в общем-то, подпадает даже под некий принудительный труд. Поскольку принудительный труд у нас запрещен законодательно. Поэтому здесь все-таки должно быть воздействие на работодателя. Работника, соискателя вынуждают принять такие условия, некие жизненные обстоятельства. А жизненные обстоятельства у нас нельзя отрегулировать с помощью правовых механизмов. Может быть, штрафовать надо больше штрафа, увеличивать размер штрафа? Вот я о чем? Я вас понял. Увеличение размера административной ответственности, я не думаю, что повлечет какие-то изменения положительные в этой области. Поскольку и небольшой штраф, и штраф, который будет превышать в несколько раз, это в любом случае административная ответственность. И работодатели будут стараться избежать этой административной ответственности любыми путями. То есть все новые-новые лазейки будут искать законы? Конечно, конечно. Ну, во всяком случае, я не думаю, что это изменит отношение такого работодателя и потенциального соискателя. И вот у меня еще последний вопрос такой. Соискатели, большая часть соискателей заявила о том, что их вовлекли в пирамиды, так называемые. Сейчас, я так понимаю, они мимикрируют подобычные какие-то фирмы, компании. К вам, может быть, тоже обращались клиенты с такими ситуациями, как из пирамид выбивать свои деньги? Пирамида сама по себе построена на движении денег от одних клиентов к другим. Соответственно, когда набирается некая сумма, организаторы пирамиды сворачивают свои деятельности и исчезают в неизвестном направлении. Ну, поскольку это все-таки ближе к уголовному праву, здесь должен регулировать все-таки уголовный кодекс эти отношения. К нам такие люди не обращались, поскольку у нас все-таки законодательный ограничен круг вопросов, которым мы оказываем юридическую помощь. Как с этим бороться? Возможно, усиливать какие-то меры контроля, превентивные меры, для того, чтобы снизить процент таких вот пирамид, как вы их называете. Максим Владимирович, спасибо вам огромное за интервью. У нас в гостях был Максим Шихов, юрист, и говорили мы о серых зарплатах в регионе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова